Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Сейчас особое видео про Куравлёва Леонида Вячеславовича под названием «Урок всем нам». К сожалению, это случилось. Такое рано или поздно случается со всеми людьми, но всегда хочется, чтобы это произошло как можно позже. И никогда не хочется об этом думать. Но вот и Куравлёв умер. 30 января в возрасте 85 лет ушёл от нас, наверное, последний из великих актёров великой разрушенной страны. Такие потери – это потери всего народа, это смена эпох. А есть ли им смена? Подобных актёров нет теперь и быть не может. Дух другой, иная страна, иные ценности и стремления, иные стимулы и бездуховность. Пожалуй, он один из самых любимых моих актёров, да и миллионов людей, естественно. Я не мог не сделать это видео не высказаться важным о двух главных темах, двух идеях. Хотя подобные видео нетипичны для моего канала о здоровье, и подобное видео у меня было только после смерти Градского. Вы сами знаете, сколько за последние годы умерло известных и великих людей, чуть ли не каждый месяц смерти, и не только по причине возраста и болезни. Как будто кто-то или что-то ускоряет смену эпох, и эта смена точно не к лучшему. И в этом есть что-то апокалиптическое. Два-три последних года, когда умирал очередной актёр, мы с женой вспоминали, «А кто же ещё остался из старой школы в живых?» «А когда умер Меньшов?» Сожалею, что не сделал тогда видео о нём, хотя порывался, ведь было что сказать. Советую, посмотрите его интервью Константину Сёмину под названием «Они и мы». Ссылку оставлю. Очень сильно. Так вот, я спросил тогда у жены, «Неужто никого из великих актёров больше нет в живых?» Она сказала, «Куравлёв жив». И действительно, становилось легче, что живая связь с великой эпохой через кино ещё существует. Но прошло немного времени, и как я узнал, что его дети отправили в дом престарелых, а затем по телевидению сообщили, что он попал в коммунарку, я понял, что всё, скоро и он уйдёт в иной мир. Что я хотел бы сказать в этой связи? О чём всем нам не мешало бы подумать? Я не буду говорить сейчас о здоровье, о питании, я о другом. Пару слов. Он был предан своей работе, профессии. Ответственный, с полной отдачей изучал роли, как говорили его коллеги, был полностью погружён в съёмку, не отвлекался по пустякам, не говорил на посторонние темы и был почти всегда недоволен своими ролями, в отличие от нас, его зрителей. Да, это верный, редкий подход. А как он жил? Скромно. Он не любил выпендриваться, красоваться и пользоваться в личных целях своим именем. На тусовках актёрских он бывал редко, да и то старался побыстрее уйти. Многие его коллеги думали, а куда он идёт? А домой он шёл. Он был настоящим семьянином. Он обожал свою жену, с которой прожил 52 года до самой её смерти в 12-м году. Он был женат, как это и должно быть, по правде, по природе, по своему естеству, один раз и на всю жизнь. Как и было в его, в их случае. Согласитесь, в актёрской среде это огромная редкость. Они дружили, общались ещё со старшей школы. Ну а после окончания Куравлёвым в ГИКа в 60-м году они поженились. Не испортила его слава, и стержень в нём был всем в пример, как говорят, лебединая верность. Вот он пример всем нам, особенно молодёжи и всем другим актёрам. Он был ранимым, беззащитным, добрым и верным человеком, загадочным и неразговорчивым. Жил тихо, незаметно, замыкался, как бы ни от мира сего. Был доброй душой, переживающий за всё. И вот после смерти своей жены он не просто паник, а перестал жить. Не мог жить, не хотел, не видел смысла, и я его прекрасно понимаю. Страшно такое представить, ужасно. Понять это по-настоящему смогут только такие же преданные, верные, любящие люди. А таких людей немного, тем более сейчас. Да и страны давно уже не было, как говорил Меньшов, и кино тоже. Да и в каких фильмах играть, и зачем, для чего? Он говорил, мне стыдно сниматься в кино, где насилуют, убивают, режут, предают. Какие прекрасные, точные слова. Интервью он почти не давал, на передачи не ходил, говорил, что надеялся, был уверен, что умрет раньше своей жены, как это должно быть, как он полагал. Не представлял себе, что будет иначе. Памятник для своей жены он заказал простой, без пафоса, как и жил, на котором сразу же и свои инициалы пожелал выбить. Его жизнь разделилась на до и после, рана не зарастала. Каждую неделю он ходил на кладбище к жене и говорил сам, что он стал совсем другим. Да, дорогие друзья, любовь бывает на всю жизнь, только не каждый на это способен. Полагаю, что нет смысла перечислять десятки фильмов, которые мы помним и любим, а первый его фильм, где он сыграл, аж в 58-м году, был у Тарковского под названием «Сегодня увольнения не будет». Затем он снялся в фильме «Из Лебяжьего сообщают». Это была дебютная работа Шукшина и, разумеется, они стали друзьями. Куравлев обожал гениального Шукшина и даже назвал своего сына Василием в его честь. Потом было множество вечных, любимых нами ролей. Стоит вспомнить хотя бы о нескольких. Когда деревья были большими, он сыграл там Леню. Живет такой парень, сыграл он там Пашку Колокольникова. Фильм «Вий», «Золотой теленок», в котором Шуру Балаганова сыграл в 68-м году. «Гори, гори, моя звезда», «Мальчики» сыграл в «Освобождении» в «Последнем штурме» в 71-м году. Играл «Связиста». «Жизнеудивительные приключения» Робинзона Круза, главного героя, играл в 72-м. Ну, Иван Васильевич меняет профессию, тут и что говорить. Сыграл и в 17-е мгновение весны. В кинофильме «Свой парень». Ну, Афоня, понятное дело. Ну, в комедии «Гайдая не может быть» «Жениха», Володю. «Про его команда». «Живите в радости» 78-го года, великолепный фильм. «Простодушного изобретателя» он там играл. Конечно, место встречи изменить нельзя, все помнят Копченова. А вот послушайте его глубокое житейское высказывание. Такие понятия, как «доброта и душа иностранцам чужды». И он, конечно, не имел в виду здесь всех иностранцев, но он имел в виду в целом вот эти общества. И он очень боялся, что мы идем в том же направлении и скоро понятия дружба, честь, Любовь, сострадание будут для нас также чужды. Вот это он имел в виду. Вчера, 31 января, я смотрел по первому каналу программу в честь его памяти. Я согласен с Татьяной Васильевой, кстати, великолепной актрисой. Посмотрите, непременно советую я вам фильм 1985 года «Переступить черту», где она играет мошенницу-экстрасенса. Просто гениально. Так вот, она сказала, причем весьма корректно, но суть в том, что она не понимает, как можно в дом престарелых, пусть даже в элитной, хорошей, лучшей, сдать родителей и лично для себя видит свои последние дни только дома. Я с ней абсолютно согласен. Да, конечно, бывают разные ситуации, мы всего не знаем, но все же человек должен умереть в своем доме. Короткая справка. С лета 21 года он жил в доме-пансионате для пожилых людей в Москве. 5 января 22 года он был госпитализирован в больницу в Коммунарке с диагнозом вирусная пневмония, затем переведен в первый московский хоспис. Вот это я, кстати, даже не представляю, почему и зачем. Ну, не вникал, честно говоря, да информацию не знаю, где взять. Тем не менее, медики диагностировали у него деменцию смешанного типа, а также церебровоскулярную болезнь. Это такое патологическое состояние, при котором прогрессируют повреждения сосудов головного мозга, а нейроны клетки головного мозга постепенно начинают отмирать из-за нехватки кислорода и питательных веществ. Скончался Леонид Вячеславович 30 января 22 года на 86-м году жизни от остановки сердца. Это официальный диагноз. Церемония прощания с великим актером состоялась 1 февраля 22 года, естественно, в Центральном доме кино. Похоронен он на Троекоровском кладбище рядом со своей супругой Ниной Васильевной. Да, конечно, это ужасно. А еще в один день с Куравлевым умер Мережка. Просто ужас. Кто еще останется через два года? А как жаль Ланового, который умер, ну, год назад, 28 января 21 года. А ведь это все были крепкие, сильные, энергичные люди. Да что там говорить? И последнее, что бы я хотел сказать. Знаете, я просто обожаю великую Пахматову Александру Николаевну. И считаю образцовой их с Николаем Николаевичем Добронравом семью. Они вместе с 56-го года, уже под 70 лет. Я, как немногие, глубоко и тонко понимаю, какое это явление есть Пахматова. Она одна на все века и народы. Глубина и гениальность композиций, которые укрепляли страну и людей, вдохновляли их на подвиги, на великие свершения, ее шедевры, равных которым нет и не будет, заставляют вздрагивать и укреплять душу, становиться сильнее и чище. Много можно сказать, и все равно полно не получится. Я боюсь и представить, что будет, когда кто-то из супругов покинет другого. Помните слова одной из их песен? Нам не жить друг без друга. Как это выстрадано, как это точно, как давно это было сказано. И как актуально это сейчас для них. Как бы я хотел, чтобы они жили лет по 150. Но тут, как говорится, все понятно, что это, в общем-то, невозможно. Лично для меня это будет страшным горем, как от смерти самого близкого родственника. Меня очень сильно беспокоит это. Я об этом очень часто думаю. Меня очень беспокоит их питание. Я вижу, что вес Александра Николаевна излишний. Да и другие нюансы есть. Как бы я хотел помочь, и я смог бы помочь, я бы нашел нужные слова, точно бы смог укрепить их здоровье разными натуральными комплексными мерами. Я бы этим лично занялся бы. Знаю на 100%, что мы бы подружились, так как взгляды и стремления у нас во многом общие. Ну, не знаю, как связаться с ними. Может быть, из моих зрителей, из вас кто-то знает. Если не лично, то через знакомых быть может. И тогда, пожалуйста, свяжите меня с ними. Напишите тогда мне обязательно. В общем, я хочу пожелать крепости, духа и здоровья всем хорошим, честным и порядочным людям, всем оставшимся в живых, деятелям культуры, великому композитору Зацепину, Рыбникову и всем-всем. Я соболезную родным и близким Куравлёва Леониду Вячеславовича. Народная любовь останется в сердцах всех, по крайней мере, еще советских людей. Я в это верю. Вечная ему память. Если есть, что вам сказать, напишите обязательно, хотя бы в нескольких словах, в комментарии под этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok